Теремок ТВ Научу вас путешествовать Бодоборода Потерянный багаж Где же Бода? Мы опознаем на самолёт Дети, спокойно Чемодан сам себя не соберёт Здесь только самое необходимое для полёта Почему вы не сдали багаж? Куда сдавать? Зачем сдавать? Бода, в салон самолёта не пустят С тяжёлыми вещами Большой чемодан должен лететь отдельно Нееет! Бода, чемоданы летят не сами А в багажном отделении В том же самолёте Вот что я вам скажу, дети Я не оставлю свой чемодан без присмотра Так, так и вот так Ну Бода, вдруг ты потеряешься? Нет, я везде найдусь Просто багаж иногда теряется Теряется Вот так удача Так, так, так Зачем тебе весь этот мусор? Мусор 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 Это мусор Мусор Учитесь, дети Как совмещать путешествие с уборкой Вот Теряйте уже скорее мой чемодан Пока-пока Бода, Бода Твой чемодан Он всё-таки не потерялся Тише, дети Делаем вид, что это не наш чемодан Господин Бода Господин Бода Заберите свой багаж Дети, я, кажется, ошибся Нам надо было лететь в другую сторону Идём снова сдавать багаж Ух Ух Какой хитрый чемодан Не хочет теряться Дети, я забыл дома мыльные пузыри Срочно возвращаемся Ммм, мы не хотим, не хотим Тише, я нарочно его запутываю Ммм Увидимся дома, чемоданчик А на самом деле Мы летим на море И ээээ И эээээ Угу Ой Бода, зачем мы сюда прилетели? Как это зачем? Затем, чтобы... Да я и сам уже забыл Э, да кто тут? Господин Бода, мы нашли ваш багаж Болгария Привет, Бода! Привет, дети! Сегодня мы будем добывать золото Ух ты! А где? На золотых песках Здесь, в Болгарии Ну, золотые пески – это название пляж Ну вот, будем мы в золоте и купаться Скажите, пожалуйста, золотые пески близко? Отлично! Морфы, вперед! Бода, золотые пески далеко Лучше поехать на автобусе А болгарин кивал, что близко? Бода, в разных странах разные особенности и традиции В Болгарии кивают, когда говорят нет И мотают головой из стороны в сторону, когда говорят да Это местная особенность Ну, конечно! За границей не как у нас Главное – все делать наоборот Учитесь, дети! За границей, чтобы куда-нибудь попасть Нужно ехать в обратную сторону Ехать за границей надо в обратную сторону А ходить задом наперед Бода, ну посмотри, все ходят лицом вперед А это все туристы! Ай! Вот, видите? А могли бы лицом в грязь упасть Ну, где тут у них пески золотые? Сначала надо пожать друг другу ноги В знак приветствия Пока-пока Ни за что не говорите мне, где здесь золотые пески? Отлично! Мы почти пришли! Ух ты! Розовое масло! Правильно, дети! Попробуем заграничную кухню Нет-нет! Это парфюмерный магазин Бода в Болгарии очень любит розовое масло Но его не едят А теперь обедаем по-болгарски Розовое масло и мыло не едят Бода Вот кафе Съешь лучше бутерброд Смотрите, дети Как за границей пьют кофе Все-таки сложные у них эти заграничные традиции Бода, нигде нет такой традиции делать все наоборот Эй, вы зачем веревок на ветки навешали? Это мартынички Настоящая болгарская традиция В Болгарии мартынички дарят друг другу первого марта В честь наступающей весны Их носят до того дня, когда из теплых краев прилетят аисты Люди верят, что эти птицы несут с собой весну и счастье Поэтому, когда видят первых аистов То загадывают желание И вешивают свои мартынички на деревья У кого мартынички А у кого норфинички Норфочки, морфиолечки, морфофофочки О, счастливый аист Друг, принеси мне золотого песка на счастье А? Стойте! Я сказал мне принести, а не меня Ох, и забыл, что надо было все наоборот говорить Бода, смотри, вы прилетели прямо на золотые пески Красиво! А все потому, что я хорошо знаю болгарские традиции Дети, посмотрите, какой вид Чистое золото Привет, Бода Ты, наверное, наводишь порядок в чемодане? Дождь на носу А у меня зонта нет Да, привет Лучшие дожди А значит и лучшие зонты В Арабских Эмиратах Срочно туда! Но Эмираты в пустыне Там много солнца, а не дождя А может, лучше в Норвегию? Вот это мой размерчик Деньги не проблема Раз, два, три Что это за деньги у тебя? Самые лучшие деньги Бодорубы В Норвегии все платят кронами Такими синими и безбородами? Бодорубы лучше Оранжевые С моим портретом Смотрите, вон, подмигиваю Бода, надо сходить в банк И обменять бодорубы на местную валюту Знаю Я и сам собирался Так Денежное расписание Чур я первый В каждой стране придумали свои деньги И платят только ими В Норвегии кроны В Италии евро В Арабских Эмиратах дирхармы Нужную валюту всегда можно купить в банке Валюты Разлетались тут Вот двести бодорубов Дайте мне двести этих Ну, этих, этих, как его Норвежских крон Вот их, да Да Что? За двести моих прекрасных оранжевых Одну дырявую крону? У каждой валюты свой курс обмена За двести твоих бодорубов Дают одну крону Курс, курс Я и сам в курсе Раз, два, три Да Вот Четыре Пять Шестнадцать Девятьсот Сорок семь Три Пять Батан Огурец Все Теперь на зонтик должно хватить Эх, а ведь я был так богат Вот ваш синий и безбородый дядя Так Дождь только через пятнадцать минут Успеем погулять под солнцем В Арабских Эмиратах Бррррр О Вот Бода Это другая страна Здесь другая валюта Дирхамы Знаю, знаю Теперь твоя очередь платить Правильно Если нет наличных денег Можно оплатить банковской картой Морфы У нас еще целых пять минут Пора есть мороженое Самое вкусное мороженое в Италии Согласен О Чего это он мою майку нацепил? Бода, он твой поклонник Наверное, посмотрел все серии с тобой Хе-хе-хе Официант угощает вас с мороженым И прочит твой автограф, Бода Ну, это пожалуйста А я угощу его Бодорубом Внимание Сейчас пойдет дождь Я же говорил Пора в магазин за лыжами Снежные барсы Бода, привет! А что ты читаешь такое грустное? Ой, привет, дети! Красную книгу Здесь написано Про исчезающих животных Да, это очень грустно Так, дети Хватит грустить Нужно срочно найти животных Пока они совсем не исчезли Начнем мы О, со снежного барса Так Алтай Горы Лес Снег Мы на месте Начинаем копать Бода, что ты ищешь под снегом? Барса, конечно Он же снежный Значит, под снегом живет Ха-ха Бода, барсы живут в пещерах и ущельях Высоко в горах А зачем вы меня тогда копать заставляете? Ищем ущелье в пещерах Вот Пещеры, в которых В которых Снежного барса тоже не видно Спрятался, видать Сейчас я его выманю А как ты его выманешь? Сделаем для барса приманку Бода, барс хищник Он ест мясо, а не морковку Эх, разбаловались вы у меня И снег вам не пещера И морковка, и не мясо Все Сами ищите барса А я в спячку залягу Ха-ха Хе-хе-хе-хе Ой, смотри, смотри Бляжи Шу-у-у Куда, проснись Снежный барс нашелся Вот еще Развелось этих снежных барсов Поспать не дают О, снежный барс Нашелся Ха-ха И ничего-то он не исчезает Все неправда Воды, исчезающие животные Это те, которых осталось совсем мало Во всем мире снежных барсов Всего несколько тысяч Во многих странах барсы находятся Под охраной государства Для барсов делают Специальные заповедники Ученые изучают барсов И ищут способы сохранить этот вид Морфики Не повредите снежного барса Его всего несколько тысяч осталось И вообще Домой пора Ладно Оставлю тебе фото-ловушку Будешь морфиком фотографии слать Во, видите Фотография пришла Итак, дети Теперь вы поняли Зачем нужны заповедники И как важно беречь природу Да, Бода, поняли Сейчас проверю Смотрите, что из этого делать нельзя 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 оставлять за собой мусор И вредить деревьям А фотографировать можно Ой, это еще что? Морфики сажают деревья Чтобы помочь природе Отлично, морфи! Вот насажаем себе лес С горами и снегом Тогда и у нас Снежные барсы сведутся Великий Новгород Привет, Бода! Куда мы поедем сегодня? В Афины? В Рим! Надоели старые города Мы поедем в новый Современный город В Великий Новгород Ха-ха, Бода! Новгород самый старый Город России Ему больше чем Тысячу сто пятьдесят лет Какой там старый? Дома еще не достроены Сейчас Бода вам покажет Как настраивать дома Бода, это же самый старый район Новгорода Рюриково городище Здесь началась история Российского государства Как это началось? Здесь жили разные Славянские народы Они постоянно ссорились Чтобы навести порядок В восемьсот шестьдесят втором году Они решили позвать себе Правителей из другой страны Князей Первого князя звали Рюрик Отсюда и название Рюриково городище Ну и где ваш Рюрик с князьями? Ушел, конечно Кто захочет править в доме без крыши? Ладно Сейчас построим И снова позовем Бода Это же исторический памятник Памятник? Надо же А похож на дом с башенкой Ладно Пойдем дальше Медали Это новгородский детинец Тысячу лет назад Здесь жили князья и простые люди Крепостные стены защищали их от врагов А церковь называется София Новгородская Детинец, это я понимаю А кто стены красить будет? Тысячу лет с некрашенными стенами Жить нельзя Годом в детинце музей А стены такими и должны быть А Музей? Все, дети Памятник посмотрели По музею походили Теперь домой А как же фрески? Так и быть Куплю вам на рынке Пучок свежих фресок Фрески Это настенные росписи Вот фреска Феофана Грека Ну что такое? Еще и фреска у них не дорисована Ай, давайте я дорисую Буду, нет! Росписи немного стерлись Но дорисовывать их не нужно Это же исторический памятник Хм Би-би-би Вот что я вам скажу, дети Новгород очень старый город Поэтому многие памятники здесь сохранились Не полностью Но можно их дорисовывать В воображении Ну-ка, ну-ка, дети Что думаете, каким был древний Новгород? Так, это современный город Этот похож на старый французский городок Этот на китайский Вот, древний Новгород мог выглядеть вот так Так, 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 ага Вот, что ты строишь? Строю новый город Надо же князьям новгородским где-то жить Раз их детеницы в музей превратили Но князей больше нет Россией теперь руководят президент и правительство В моем городе Хоть президент, хоть князья, хоть королева Любой жить захочет Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова